Субтитры сделал DimaTorzok Настал тот момент, когда у меня появились Nike Дело в том, что до сегодняшнего момента у меня никогда в жизни не было кроссовок бренда Nike И я не знаю почему, не могу объяснить Как-то я все любил покупать New Balance или Converse Но это было задолго до того, как это было мейнстримом Да, пару фактов интересных про Nike, которые я узнал В 1964 году, когда она была основана, она называлась по-другому Она называлась Blue Ribbon Sports Дистрибутировала она кроссовки Tiger Shoes Это в прошлом компания Asics Nike дистрибутировала Asics А второй факт, это то, что изначально бренд, который планировали выпускать владельцы этой компании Мистер Найт и Боуэрман Хотели назвать Dimension 6 Такое уродское название Но первый же сотрудник, которого они наняли, сказал, что типа вы что Так, нельзя называть супер-мега-крутые кроссовки Назовем их Nike Как бы в честь богини победы Ники Ника Так вот, бог с этой историей Может быть вам она даже не интересна Но только обернемся к кроссовкам Nike Pegasus 35 35 говорит о том, что это 35-я модель Выпускается она 35 лет У меня не было никогда кроссовок Nike беговых Мне не с чем их сравнить И поэтому я не могу вам сказать, какие были Pegasus C34 Уверен, что они были клевые Начну с такого параметра, который я бы назвал износостойкость В этих кроссовках я бегал и по асфальту, и по гравийной поверхности По лесу, по траве И в общем, в принципе, старался испытать эти кроссовки во всех условиях В которых, возможно, бегуны могли бы использовать эти кроссовки Внешне они не очень сильно изменились И вы можете видеть, что они по-прежнему серого цвета Как и были в начале С красной подошвой Здесь видно, например, супергрязь норвежская Единственное, что изменилось Это изменилась подошва Вот эта вот часть, на ней видны такие, как морщины Морщины от сдавливания Фактически, по этой подошве видно, что она работает При беге по асфальту я не ощущал суперударов в позвоночник И более того, в этих кроссовках есть вот такая вот пятка В форме утюга В форме ледокола В форме ладии В общем, бог с ним, это очень красиво Эта пятка работает при беге с горы Когда вы бежите с горы Приземляться на переднюю часть стопы достаточно сложно И в основном, большинство людей гасят удар пяткой Так вот, при беге в этих кроссовках я был приятно удивлен Что во время бега с горы При приземлении на пятку Вот эта часть очень хорошо амортизирует Вентиляция у этих кроссовок Ну и как у всех, наверное, кроссовок, которые выпускаются сейчас на рынке Нормальная Здесь есть сеточка Здесь она перевернутая Соответственно, здесь нога дышит Снизу не дышит И через эту сеточку При беге, например, по пыльной дороге Конечно же, попадает пыль И у вас будут ноги грязные После нескольких часов бега Дело в том, что когда вы шнуруетесь Теперь шнуровка становится более плотной И при беге вы это очень хорошо замечаете Вот эти вот ниточки Они проходят через боковину кроссовка И крепятся к подошве И поэтому, когда вы шнуруетесь Вы натягиваете не только верхний материал Который крепится через дырки шнуровки Но и с помощью вот этих вот удивительных волшебных ниточек Вы как бы затягиваете сеткой кроссовок вокруг своей стопы Необычно Это необычно и это работает Для меня эти кроссовки оказались очень комфортными В этих кроссовках вы не чувствуете себя как в тапочках Это как рабочая обувь Вы в них бежите И в ней ходите Пока я проверял эти кроссовки на удобство передвижения по скошенным полям На них налипла грязь И даже с грязью в этих кроссовках бежится очень комфортабельно Ведь у вас появился дополнительный слой амортизации Глина Вам добавить нечего? Это надувные лошади Поэтому изначально мне показалось, что кроссовок узкий Но потом через пару часов я понял, что ни хрена он не узкий Он отличный, комфортный, четко по моей стопе Мне показалось, что колодка достаточно узковатая вот в этом месте Но я спрашивал своего друга, у которого три ноги Ему в них очень комфортно Здесь я не нашел ни облоев, ни задиров Ни отклеивающейся подошвы Ни стирания внешнего защитного слоя Ничего не порвалось за 150 километров В общем, у меня нет нареканий Единственное, только на вот этой вот стельке стерлось Две буквы R и U Running здесь написано изнутри Вы в этих кроссовках бегаете Стираться не будет в одном случае, если вы их не будете надевать У меня необычный вкус И поэтому эти кроссовки мне показались изначально не такими крутыми, как, например, Nike React Но я потом к ним привык и понял, что они, правда, красивые И вы знаете, удивительно, я в этих кроссовках путешествую уже несколько дней И в каждой стране, куда я приезжаю, мне всегда делают комплименты, говорят Алексей, you are awesome Что значит, Алексей, очень здорово, что на тебе такие красивые кроссовки Я брал эти кроссовки для участия в Iron Man Tallinn Который прошел фактически неделю назад И я рискнул И выбрал эти кроссовки для того, чтобы протестировать их, как они себя поведут И я не разочаровался Гонка была сложная Многие об этом пишут, рассказывают Одно скажу, что после велоэтапа я приехал мокрый вообще полностью И натянул эти кроссовки на мокрые носки И бежал 42 километра по жаре, по горкам, по брусчатке В общем, условия для соревнований были дикие и не очень легкие И я бежал в этих кроссовках, и я ни разу не подумал о них То есть меня абсолютно, абсолютно никак не мучили кроссовки на ногах Спасибо вам, кроссовки Что не подвели В общем, на марафонской дистанции эти кроссовки чувствуют себя прекрасно По асфальту бежим здорово Мягко, волшебно Достойная беговая пара для того, чтобы в ней тренироваться или даже выступать У этих кроссовок Ну, это фактически первые кроссовки Первые кроссовки, у которых я увидел это решение С помощью вот этого вот удивительного скоса С помощью вот этого невероятно продуманного элемента дизайна Вы лишаетесь возможности, когда кроссовок при наличии низкого носка Начинает натирать вам ахилл Как говорят маркетологи из компании Nike Эту историю предложил сам знаменитый британский бегун Мо Фара Мо, ну, спасибо тебе Но ты реально крутая фишечка Неожиданно Пока верстал ролик про кроссовки Получилось так, что я подверг еще одному необычному испытанию Настолько необычному, что даже не ожидал, что так все произойдет Дело в том, что я поперся в этих кроссовках на гору Гора находится в Норвегии И это называется Фьорде Тролль Тунга Язык тролля В общем, ничего необычного Просто нужно долбить по камням в одну сторону 14 километров с набором почти 1000 метров Кто в курсе, что это такое Поймет, что в принципе в этих... Ну, в принципе, все люди, которые шли туда наверх Они были в специальных ботинках для хождения по камням Ну, а я поперся туда в кроссовках, в джинсах и в майке Осталось 9 километров Седьмой... Шесть... Пять... Четыре... Три километра... Два километра... Остался километр Прогулка показала, что ноги были в порядке Стопа не устала, не подвернулась В общем... Респект, уважуха Ну и, конечно же, немножко о цене этих прекрасных беговых болидов Эти кроссовки проходят у нас в ритейле по цене порядка 8500 рублей Я считаю, что это не супер высокая цена для подобного рода кроссовок И конкурентов в этой ценовой категории у премиальных брендов беговых, мне кажется, почти нет